Времени на раздумья больше нет. В декабре россияне должны оплатить имущественные и другие налоги, а также определиться, по какой трудовой книжке вести учет своей деятельности. В этом же месяце истекает срок замены водительских удостоверений, действие которых вышло с февраля по июль 2020 года. Начнут действовать в декабре и другие нововведения. Их эксперты в целом оценивают положительно. На самом деле, те законы, которые вступают в силу в декабре, они облегчают жизнь людям. Вот, например, очень важным считаю то, что получение льгот упростится. Сейчас, например, многие люди, которые могут претендовать на какие-то льготы, они об этом, к сожалению, не знают. А с декабря они могут узнать о положенных им льготах, например, на портале госуслуги или по телефону. И это существенно упростит получение льгот людьми. С ковидным больным работал, в красной зоне трудился, а положенную выплату так и не получил. Теперь свои жалобы медики смогут подать на госуслугах. На основании письма проведут проверку. Методом онлайн отныне можно купить и льготный ЖД-билет, в том числе пригородный. Чтобы подтвердить право на скидку до даты выезда, на вокзал теперь ехать не нужно. Не придется выезжать в другой город и, чтобы переоформить квартиру, добро пожаловать в цифровой нотариат. Его обещают запустить за несколько дней до Нового года. Некоторые позволяют себе говорить о некой цифровой революции, изменениях в деятельности нотариата. Действительно, изменения очень существенные. Некоторые нотариальные действия, которые сейчас традиционно осуществляются через поход в нотариальную контору и личное присутствие заявителя, оно будет осуществляться дистанционно. Речь идет о внесении денег на депозит суда, но и в том числе о совершении заключения определенных сделок, которые подразумевают участие нотариусов в разных регионах. В перечень возможных процедур войдут также передача электронных документов физическим и юридическим лицам, фиксация доказательств для суда и многое другое. Чтобы получить услугу нотариуса дистанционно, нужно будет подать заявление через госуслуги. А Федеральная нотариальная палата передаст этот запрос тому нотариусу, кто уже подключен к новой системе.